Меня зовут Саша, и последние два года я в Яндекс.Маркете занимаюсь разработкой логистики. Я очень хорошо помню свой первый день, когда я пришел на первый стендап своей команды и понял, что я ничего не понимаю. Этот стендап длился всего полчасика, и там происходило что-то, что я понимал, что говорят ребята, но что это значит, я совершенно не понимал. И чуть позже, подумав и разобравшись, я понял, что, наверное, с этой ситуацией так или иначе сталкиваются у нас все новички, которые приходят к нам в команду, и для которых слово логистика в самом начале не значит ничего. Что мы с этим делали и как мы решали эту проблему, собственно, про это мой рассказ. Из чего состоит Яндекс.Маркет и вообще сама логистика. У Яндекс.Маркета есть несколько схем работы с товарами, поставщиками, заказами и так далее. Первая схема работы – это когда продавец выставляет какой-то свой товар, сам его собирает, сам его как-то доставляет до покупателя, и здесь Яндекс.Маркет выступает в виде такой витрины, где просто представлены товары, отзывы и так далее. Здесь логистика никак не участвует, поэтому переходим ко второму варианту. Второй вариант – это примерно то же самое, что и первый, когда у продавца где-то на его складе, где-то в его магазине хранятся товары, и после этого он их как-то собирает, отвозит на наш сортировочный центр, и дальше доставка уже до покупателя происходит с средствами Яндекс.Маркета. И есть третья схема, наиболее полная с точки зрения логистики. Это когда товары хранятся непосредственно на складах Яндекс.Маркета, когда они там собираются по каким-то своими способами и доставляются до покупателя. Собственно, в основном про склады и про логистику я буду рассказывать. Что здесь происходит? Что еще есть в логистике? В логистике у нас есть склады, как вы поняли, плюс есть сортировочный центр. Когда заказ собран на складе, он отправляется на сортировочный центр, где он сортируется, и отправляется либо дальше на следующий сортировочный центр, либо после этого выдается курьеру, и курьер уже отвозит его либо в пункт выдачи, либо непосредственно самому покупателю. Вкратце это выглядит примерно так. Самое, что интересное, во всех логистических компонентах у нас по большей части свои команды разработки, и они могут оперировать с какими-то терминами. Терминов много, они зачастую вообще никак ни с чем не связаны, и иногда могут противоречить друг другу. К примеру, есть такое понятие, как batch. Batch — это объединение чего-то с чем-то, просто группировка. И из таких забавных историй, когда-то на одной встрече ребята с разработки складов рассказывали о том, как они героически долго, больно и сложно выпиливали и отказывались от использования батча. Через две недели была другая встреча с ребятами из ПВЗ, где ребята на ПВЗ рассказывали о том, как они сделали приемку батчей. Что происходит? Почему? А на самом деле это разные понятия, разные команды используют одно и то же понятие, и иногда даже бывает, что внутри одной системы, одной команды одно и то же понятие может значить совершенно разное. Вот я привел пример с batchами, от которых отказались, но при этом на складе есть такая вещь, как мини-батч. И она совершенно ничего не имеет общего ни с одним, ни со вторым батчом, про который я до этого рассказывал. Просто так сложилась такая терминология, и на самом деле таких терминов очень много, и в них очень тяжело запутаться, ими тяжело оперировать, особенно если ты разрабатываешь что-то, что относится не только к одной команде, а и к другой, когда тебе приходится между командами переключаться и оперировать терминами, которые понятны каждой команде. Что мы с этим делаем? Для этого у нас есть такая замечательная история, как выезды на склад, и новичок, когда приходит в нашу команду, первое, что он делает, он знакомится с инструкцией, с документацией, проходит какие-то обучающие курсы и так далее, знакомится с нашей системой и с тем, чем мы разрабатываем. Это все хорошо на словах, но зачастую все равно остаются непонятно, а что же происходит, как это работает, почему это работает так или иначе, и как оно между собой связано. Для этого через какое-то время, где-то примерно через месяц после начала работы, мы всех новичков стараемся вывести на склад или на тот логистический объект, которым они будут больше работать, и провести экскурсию. Я расскажу про склад. Что там происходит? Сначала мы приезжаем туда с утра, и сначала это выглядит как такая ознакомительная экскурсия, где мы проходим, показываем, что у нас есть на складе. На самом деле внутри склада есть построенное пятиэтажное здание внутри, на котором хранятся товары, но это не важно. И дальше проходим по зонам, смотрим, где какие операции выполняют, что делают, какие интерфейсы видят, на каких устройствах они работают и так далее. Это примерно занимает где-то полдня. Вторые полдня после обеда мы уже берем в руки терминал сбора данных. Это такое устройство, с которым работает порядка 80% работников на складе. И начинаем проходить и работать теми процессами, которыми работают ребята на складе. Что это значит? Например, мы идем отбирать товары для заказа. Берем внутрь, заходим внутрь вот этого пятиэтажного здания и начинаем как обычные работники склада проходить. Здесь важно, мы не просто проходим и делаем механическую операцию, а здесь мы вместе с новичком обсуждаем, а что происходит внутри системы. Вот он что-то отсканировал, он куда-то что-то положил. Как на это реагирует система? Где внутри какие идут данные? Как они между собой связаны? Что происходит при той или иной ошибке, когда мы видим какую-нибудь ошибку на устройстве и так далее. Это позволяет человеку прям очень хорошо почувствовать те процессы, которые мы разрабатываем, за которыми мы следим и за которыми мы отвечаем с точки зрения работы системы. Дальше мы вот так вот проходим основные процессы и делаем упор на то, в какую команду попадет. Он может попасть в команду, которая занимается разработкой процессов приемки товаров на складе, а может заниматься процессами отгрузки. Соответственно, делаем упор на то или иное. Также это бывает интересно ребятам, которые работают на сортировочных центрах. Это им позволяет понять, а почему склад так или иначе собирает посылки, почему они вот в таком виде отправляются или в другом. У нас есть разные виды упаковки, по-разному они могут собираться в палеты и по-разному отгружаться. Почему так? С чем это связано? И почему это не так легко поменять, как им иногда бы хотелось. Дальше, проходя из этих процессов, у нас есть такой забавный процесс. Он называет, ну мы называем гадание. Вообще у нас в Яндексе есть полугодовое ревью. Это подведение итогов, сделанного за полгода. Что там получилось сделать хорошо, что получилось сделать отлично, что, может быть, получилось не так хорошо, как бы хотелось, и на что стоит обратить внимание. Соответственно, в процессе этого ревью каждому сотруднику выставляются какие-то оценки. Что мы делаем на складе? На складе у нас есть процесс гадания. Какая оценка будет на следующем ревью? Особенно для новичков прям замечательно. Как это выглядит? У нас есть зона специального хранения товаров. Она закрытая, туда имеют доступ ограниченное количество сотрудников. И там хранятся дорогостой. Это там телефоны, айфоны, ноутбуки и товары 18+. Из этой зоны эти товары выезжают в закрытых контейнерах и перемещаются по всему складу вот в таком запечатанном контейнере. Дальше они приезжают уже на упаковку, и там происходит вскрытие контейнера. И вот здесь такое забавное, шуточное у нас определение, что если человек, который открывает этот контейнер и видит там дорогостоящие товары, то значит с оценочкой у него все будет хорошо, и как бы здесь волноваться не стоит. Если же там внутри лишь от товара 18+, то где-то как-то стоит чуть-чуть повнимательнее быть, чтобы оценочка была получше. Дальше. Что происходит дальше? Дальше у нас есть не только вот такие экскурсионные выезды на склад, а есть еще выезды на склад, когда мы запускаем какие-то процессы. Есть у нас такие прям даже, это называются day-off, когда мы приезжаем на склад и весь день работаем там, как обычные складские работники, чтобы посмотреть процесс, чтобы понять, где что-то происходит не так, чтобы понять, а где бы мы что могли улучшить, или может быть посмотреть на те проекты, которые у нас сейчас есть, под призмой работников на складе, и что им сейчас может быть важно. Было несколько случаев, когда вот после таких приездов на склад мы пересмотрели свои планы, потому что поняли, что процессы страдают, и сейчас важно нам сосредоточиться не на том, на чем мы на самом деле планировали. Из таких еще интересных историй расскажу про два запуска проектов. У нас было тоже так необычно. Первый проект был связан с тем, что когда мы идем, допустим, отбираем товары под заказы, товара этого может не оказаться. Но по какой-то причине. Его положили не туда или переместили, и система про это ничего не знала. Соответственно, мы делали проект, который позволяет улучшить этот процесс по поиску вот этих товаров и вообще по процессу отбора. И мы приехали на склад, чтобы запустить этот проект. Приезжаем, всех предупреждаем, что ребята, мы сейчас пойдем в отбор и будем там тестировать и запускать наш процесс. Нам сказали все окей, хорошо, идите. Мы всех предупредили, проблем никаких не будет. Мы приходим, начинаем работать, идем, отбираем товары. Где-то специальные выбранные товары нами. Мы помещаем, что их нет у нас, хотя они лежат на полочке. И где-то минут через 15 после начала к нам прибегает бригадир отбора со словами, ребята, а вы здесь, по-моему, какой-то ерундой занимаетесь. Вы тут ходите и отбираете товары, но помещаете, что товара нет, а на самом деле он лежит. Как так? Почему вы это делаете? Мы очень удивились. Такие, ладно, хорошо. Рассказали ему, что мы делаем, почему мы делаем, с кем мы договорились, что мы это будем делать. Он сказал, а, понятно, хорошо, спасибо, и ушел. Мы подумали, ладно, теперь проблем точно не будет. И пошли дальше. И еще через 15 минут прибегает следующий человек. Ровно с таким же вопросом и уже с посылом, ребят, на самом деле вы как бы шли бы уже отсюда, потому что то, что вы делаете, это хорошо и важно, но нам работу надо работать, а не ваши проектики запускайте. Они нам мешают, потому что мы за вами бежим и перепроверяем, что этого товара действительно нет, а он там лежит. Это вот такая первая история. Благо мы к этому времени уже закончили основные кейсы проверять и спокойно оттуда удалились, дабы не нервировать ребят на складе. Вторая история была связана с тем, она случилась буквально месяц назад. В прекрасное летнее утро один наш проект сошелся настолько быстро и настолько рано, и настолько тестировщики смогли его быстро протестировать, что совершенно внезапно в середине дня они говорят, что у нас все протестировано, можно ехать запускать проект. Мы такие, ладно, едем сегодня, поехали сегодня и начали его запускать. Проект был связан с тем, как товары упаковывают и отправляют на пункт выдачи заказов. Надо было выбрать какой-то пункт выдачи заказов, на который потом на следующий день тоже надо было проехать, посмотреть, все ли у них получится хорошо, не будет ли у них там каких-то проблем. Я решил, что очень хорошо можно попробовать запустить проект на том пункте выдачи, который находится у меня рядом с домом. И мы пришли запускать. И тут я вижу, приезжает контейнер с двумя упаковками кошачьего корма. Я смотрю и думаю, о, а буквально с утра я ровно такой же корм заказал своим котам. Такой, ух ты, интересно, это мой заказ или не мой заказ. Приехал, приехали товары, я их упаковал и отправил дальше. После того, как мы уже весь процесс запустили, когда у нас все прошло хорошо, мы вышли со склада и я решил посмотреть, а действительно ли это был мой заказ или это просто так совпало. Действительно оказалось, что это был мой заказ, которым я с утра заказал. На следующее утро я пришел в пункт выдачи заказа и ту коробочку, которую сам своими руками упаковал на складе, получил в пункте выдачи. И вот, казалось бы, такие мелочи, которые, ну, как бы, ну, получил и получил. Что здесь такого? А у ребят, которые вот проходят вот этот вот процесс, возникает чувство вовлеченности. Они начинают понимать, что то, что они вот видели в системе, то, что там лежит в базе данных, передаются JSON между сервисами. И вот у них начинает складываться, а как это работает в физике, как это работает в реалии, и что происходит именно с тем процессом, который они напрограммировали, который они натестировали или, может быть, даже придумали. Да, у нас такие случаи тоже бывают. И важно, что вот имея такую возможность вот так вот такими простыми вещами вовлечься, понять, что происходит, после этого мы от ребят, новичков, которые уже вот прошли экскурсию на склад, которые начали разрабатывать свои какие-то проекты, свои какие-то задачки решать, они нам отвечали, что да, это очень сильно помогает понять, что происходит, погружаться, понимать процессы. И в результате им стало легче не только читая экскурсии, а еще и воочию видя, что происходит в реалии. И что еще оказалось важно, важно, что вот так вот можно выехать на склад, а можно выехать в сортировочный центр и посмотреть, что происходит там. И это важно не только тем, кто разрабатывает сортировочный центр или склад, что это не связанные между собой вещи и не связанные между собой команды. Но нет, они очень связаны, и зачастую делая что-то внутри одной команды, мы так или иначе влияем на другую команду. И когда мы понимаем эти процессы, когда мы их прошли, мы их пощупали, мы с ними столкнулись и, может быть, даже столкнулись с какими-то ошибками, нам легче договариваться, у нас появляется такой общий командный дух, и на самом деле становится гораздо легче, проще ребятам погрузиться во все наше многообразие. У меня все. Спасибо. Спасибо.